Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Олдос Хаксли Улыбка Джоконды Глава первая «Мисс, сейчас пожалует, сэр!» «Благодарю вас», — сказал мистер Хактон, не оборачиваясь. Горничная мисс Спенс была до такой степени уродлива, уродлива, предумышленно, как ему всегда казалось, злонамеренно, преступно уродлива, что он старался по возможности не смотреть на нее. Дверь закрылась. Оставшись один, мистер Хактон встал и заходил по гостиной, поглядывая на знакомые вещи. Фотографии греческих скульптур, римского форума, цветные репродукции итальянских мастеров — все такое бесспорное, такое известное. Бедняжка Дженнет! Какая узость кругозора, какой интеллектуальный снобизм! О ее подлинном вкусе можно судить вот по этой акварели уличного художника, за которую она заплатила два с половиной шиллинга, а за рамку — тридцать пять. Сколько раз ему приходилось выслушивать от Дженнет эту историю, сколько раз она восхищалась при нем этой ловкой подделкой под олигографию. Подлинный художник! И где? На панели! И слово «художник» звучало в ее устах с большой буквы. «Понимайте так, что ореол его славы осенил отчасти и Дженнет Спенс, не пожалевшую дать ему полкроны за копию с олиографией». Она как бы воздавала должное собственному вкусу и художественному чутью. Подлинный старый мастер за полкроны. Бедняжка Дженнет! Мистер Хаттон остановился перед небольшим продолговатым зеркалом. Нагнувшись слегка, чтобы разглядеть в нем свое лицо, он провел белым холеным пальцем по усам. Усы у него были такие же пышные и золотистые, как и двадцать лет назад. Волосы тоже не посидели, и пока что никакого намека на плешь, только лоб стал несколько выше, как у Шекспира. Улыбнувшись, подумал мистер Хаттон, разглядывая блестящую и гладкую крутизну своего чела. «С другими спорят, ты ж неуязвим, из бездн к вершинам величие твое, Шекспир! О, если б ты жил средь нас!» Впрочем, это, кажется, уже из Мильтона, «прекрасная дама Христова колледжа». «Да, но в нем-то, в нем самом ничего дамского нет. Таких, как он, женщины называют настоящими мужчинами. Поэтому он и пользуется успехом. Женщинам нравятся его пышные и золотистые усы, и то, что от него приятно пахнет табаком». Мистер Хаттон снова улыбнулся. Он был не прочь пошутить над самим собой. «Прекрасная дама Христова?» «Э-э-э, нет». «Дамский Христос!» «Вот он кто!» «Мило, очень мило. Дамский Христос!» Мистер Хаттон пожалел, что здесь не перед кем блеснуть таким каламбуром. Бедняжка Дженнет, увы, не сможет оценить его. Он выпрямился, пригладил волосы и снова заходил по гостиной. «Римский форум!» «Бррррр!» Мистер Хаттон терпеть не мог эти унылые фотографии. Вдруг он почувствовал, что Дженнет Спенс здесь, стоит в дверях. Он вздрогнул, точно застегнутый на месте преступления. Дженнет Спенс всегда появлялась бесшумно, как призрак. Это была одна из ее особенностей. А что, если она давно стоит в дверях и видела, как он разглядывает себя в зеркале? Нет, не может быть. Но все-таки неприятно. «Вы застали меня врасплох», — сказал мистер Хаттон с протянутой рукой, идя ей навстречу, и улыбка снова заиграла на его лице. Мисс Спенс тоже улыбалась своей улыбкой Джоконды, как он однажды насмешливо польстил ей. Мисс Спенс приняла комплимент за чистую монету и с тех пор старалась держаться на высоте леонардовского образца. Отвечая на рукопожатие мистера Хаттона, она продолжала улыбаться молча. Это тоже входило в роль Джоконды. «Как вы себя чувствуете?» «Надеюсь, неплохо», — спросил мистер Хаттон. «Вид у вас прекрасный». Какое странное у нее лицо. Этот ротик, стянутый улыбкой Джоконды в хоботок, с круглой дыркой посредине, словно она вот-вот свизнет, был похож на ручку без пера. Над ртом тонкий нос с горбинкой. Глаза большие, блестящие и темные. Глаза того разреза, блеска и темноты, которые будто созданы для ячменей и воспаленно-красных жилок на белке. Красивые, но неизменно серьезные глаза. Ручка без пера могла сколько угодно изощряться в улыбке Джоконды, но взгляд оставался по-прежнему серьезным. Смелые, изогнутые, густо прочерченные темные брови придавали верхней части этого лица неожиданную властность. Властность римской Матроны. Волосы были темные, тоже как у римлянки. От бровей кверху истинная агриппина. «Решил заглянуть к вам по дороге домой», — говорил мистер Хаттон. Ах, как приятно! — он повел рукой, охватив этим жестом цветы в вазах, солнечные блики и зелень за окном. Как приятно вернуться на лоно природы после делового дня в душном городе. Мисс Спенс села в кресло и указала ему на стул рядом с собой. «Нет, нет, увольте!» — воскликнул мистер Хаттон. «Тороплюсь домой, надо узнать, как там моя дорогая Эмили». Гей не здоровилась с утра. Тем не менее он все же сел. Бедняжка жалуется на приступы печени. Вечное недомогание женщинам мистер Хаттон осекся на полуслове и кашлянул, стараясь замять дальнейшее. Он чуть не сказал, что женщинам с плохим пищеварением не следует выходить замуж. Но это было бы слишком жестоко с его стороны, да он, собственно, так и не думал. К тому же Джанет Спенс веровала в неугасимый пламень чувств и духовное единение. «Эмили надеется, что ей будет лучше», — добавил он, «и ждет вас к завтраку. приедете?» «Ну, пожалуйста», — он улыбнулся для вязчей убедительности, «учтите, что приглашение исходит и от меня». Она потупилась, и мистеру Хаттону показалось, что щеки у нее чуть порозовели. Это была дань ему. Он провел рукой по усам. «Если Эмили действительно не утомит мой приезд, я непременно буду». «Разумеется, не утомит. Ваше присутствие подействует на нее благотворно. И не только на нее, но и на меня тоже». Поговорка «третий лишний» обычно не распространяется на супружескую жизнь. «О, какой вы циник!» Всякий раз, как мистер Хаттон слышал это слово, ему хотелось огрызнуться. «Гав-гав-гав!» Оно коробило его больше всех других слов. Однако вместо того, чтобы залаять, он поспешил сказать «нет, что вы!» Я только повторяю печальную истину. Действительность не всегда соответствует нашим идеалам, но это не уменьшает моей веры в них. Я страстно предан мечте об идеальном браке между двумя существами, живущими душа в душу. И, по-моему, этот идеал достижим. Безусловно, достижим. Он многозначительно замолчал и бросил на нее лукавый взгляд. Девственница, но еще не увядшая, несмотря на свои тридцать шесть лет. Не лишена своеобразной прелести. К тому же в ней действительно есть что-то загадочное. Мисс Спенс ничего не ответила ему и продолжала улыбаться. Бывали минуты, когда мистеру Хаттону претила эта джокондовская улыбка. Он встал. «Ну, мне пора. Прощайте, таинственная джоконда». Улыбка стала еще напряженнее. Она сосредоточилась в стянувшемся по краям хоботке. Мистер Хаттон взмахнул рукой. В этом жесте было что-то от высокого возрождения. И поцеловал протянутые ему пальцы. Он впервые позволил себе такую вольность. И ее, видимо, не сочли чрезмерной. С нетерпением буду ждать завтрашнего дня. В самом деле... Вместо ответа мистер Хаттон поцеловал ей руку еще раз и повернулся к двери. Мисс Спенс вышла вместе с ним на террасу. «А где ваша машина?» «Я оставил ее у ворот. Я пойду провожу вас». «Нет-нет». То он у мистера Хаттона был шутливый, но в то же время решительный. «Ни в коем случае. Запрещаю». «Но мне хочется вас проводить». Запротестовала мисс Спенс, стрельнув в него своей джокондой. Мистер Хаттон поднял руку. «Нет», — повторил он. Потом коснулся пальцами губ, что можно было принять чуть ли не за воздушный поцелуй, и побежал по аллее, побежал на цыпочках, размашистыми легкими прыжками, совсем как мальчишка. Сердце его переполнилось гордостью. В этом беге было что-то пленительно-юношеское. Тем не менее он обрадовался, когда аллея кончилась. У поворота, там, где его еще можно было увидеть из дома, он остановился и посмотрел назад. Мисс Спенс по-прежнему стояла на ступеньках террасы и улыбалась все той же улыбкой. Мистер Хаттон махнул рукой и на сей раз совершенно открыто и недвусмысленно послал ей воздушный поцелуй. Потом все тем же великолепным легким колобцем завернул за темный мыс деревьев. Зная, что теперь его не видят, он перешел на легкую рысь и, наконец, пошел шагом. Он вынул носовой платок и вытер шею под воротничком. Боже, какой идиотизм! Есть ли на свете кто-нибудь глупее, милейший Джанет Спенс? Вряд ли, разве только он сам. Причем его собственная глупость более зловредна, потому что он-то видит себя со стороны и все же упорствует в своей глупости. Спрашивается, зачем? А, поди разберись в самом себе, поди разберись в других людях. И вот и ворот. У дороги стояла большая шикарная машина. Домой, Маккепп! Шофер поднес руку к козырьку. И у перекрестка, там, где всегда, остановитесь, добавил мистер Хаттон, открывая заднюю дверцу. — Ну-с-с! — бросил он в полутьму кабины. — Ах, котик, как ты долго! Голос, произнесший эти слова, был чистый и какой-то ребячливый. В разговоре слышалось что-то простецкое. Мистер Хаттон согнул свой полный стан и юркнул внутрь с проворством зверька, наконец-то добравшегося до своей норки. Вот как он захлопнул дверцу. Машина взяла с места. — Значит, ты сильно соскучилась без меня, если тебе показалось, что долго! Он откинулся на спинку низкого сидения. Его обволокло уютным теплом. Котик! И прелестная головка со счастливым вздохом склонилась на плечо мистера Хаттона. Упоенный, он скосил глаза на округлое личико. — Знаешь, Дорис, ты будто с картины Луизы де Керуайль. Он зарыл пальцы в густые кудрявые волосы. — А кто она есть? Это Луиза. Луиза Кера. Как там ее? Дорис говорила, будто откуда-то издалека. — Увы, не есть, а была. — Была. О всех нас скажут когда-нибудь. Были такие, а пока... Мистер Хаттон покрыл поцелуями юную мордашку. Машина плавно шла по дороге. Спина Макнеба за стеклом кабины была точно каменная. Это была спина статуи. — Твои руки, — прошептала Дорис, — не надо, не трогай. Они как электричество. Мистер Хаттон обожал, когда она по молодости лет несла вот такую чушь. Как поздно в жизни дано человеку постичь свое тело? Электричество не во мне, а в тебе. Он снова стал целовать ее, шепча. — Дорис, Дорис, Дорис. Это научное название морской мыши, — думал он, целуя запрокинутую шею, белую, смиренную, как шею жертвы, ждущей заклания жертвенным ножом. Морская мышь похожа на колбаску с переливчатой шкуркой. Странное существо. Или нет, Дорис, это, кажется, морской огурец, который выворачивается наизнанку в минуту опасности. Надо непременно съездить еще раз в Неаполь, хотя бы ради того, чтобы побывать в тамошнем аквариуме. Морские обитатели — существа совершенно фантастические, просто невероятные. Котик. Тоже из зоологии, но он причислен к разряду наземных. Ох уж эти его убогие шуточки. «Котик, я так счастлива!» «Я тоже», — сказал мистер Хаттон. «Искренно ли?» «Но, может быть, это нехорошо?» «Ах, если бы знать. Скажи мне, котик, хорошо это или дурно?» «Дорогая моя, я уже тридцать лет ломаю голову над этим вопросом. Нет, правда, котик, я хочу знать. Может, это нехорошо? Может, нехорошо, что я сейчас с тобой, что мы любим друг друга и что меня бьет, как электрическим током от твоих рук? Почему же нехорошо? Испытывать электрические токи гораздо полезнее для здоровья, чем подавлять в себе половые инстинкты. Надо тебе почитать, Фрейда. Подавление половых инстинктов — страшное зло. «Нет, ты не хочешь помочь мне. Поговори со мной серьезно. Если бы ты знал, как тяжело бывает у меня на душе, когда я думаю, что это нехорошо. А вдруг адское пекло и все такое и вправду есть? Я просто не знаю, как быть дальше. Может, мне надо разлюбить тебя?» «А ты смогла бы?» — спросил мистер Хаттон, твердо веруя в свою обольстительность и в свои усы. «Нет, котик, ты ведь знаешь, что не смогу. Но ведь можно бежать от тебя, спрятаться, запереться на ключ и заставлять себя не встречаться с тобой». «Дурочка!» — он обнял ее еще крепче. «Боже мой, неужели это так скверно? А иногда она меня найдет, и мне становится все равно. Хорошо это или дурно?» Мистер Хаттон растрогался. Эта девочка будила в нем покровительственные нежные чувства. Он прильнул щекой к ее волосам, и оба они замолчали, прижавшись друг к другу и покачиваясь вместе с машиной, которая, чуть кренясь на поворотах, с жадностью вбирала в себя белую дорогу и оконимляющую ее пыльно-зеленую изгородь. «До свидания!» Машина тронулась, набрала скорость, исчезла за поворотом, а Дорис стояла одна у дорожного столба на перекрестке, все еще чувствуя дурман и слабость во всем теле после этих поцелуев и прикосновения этих ласковых рук, пронизывающих ее электрическим током. Надо было вздохнуть всей грудью, силой заставить себя очнуться, прежде чем идти домой, и заполнили ходьбы до дому еще придумать очередную ложь. Оставшись один в машине, мистер Хаттон вдруг почувствовал, как его обуяла невыносимая скука. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.